Приветствую вас, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, я Олеся Медведева и прямо сейчас будем подводить итоги уходящего дня. Сегодня у нас 29 марта, среда и много всего произошло. Начну, пожалуй, с того, что сегодня именно тот день, когда власти предписали монахам УПЦ выселиться из Киево-Печерской Лавры. Однако не случилось практически ничего из того, что многие сегодня ожидали. Не было ни столкновений, ни визита силовиков, ни, собственно, выселения монахов. В то же время поддержать УПЦ пришло более тысячи верующих, которые находились у Лавры несколько часов. Но власть по итогу почти никак не обозначила своего присутствия, кроме наличия небольшого полицейского патруля. То есть, пока ситуация зависла больше в юридической плоскости, и здесь обе стороны свои позиции как раз обозначили. В УПЦ заявили, что для выселения письма из заповедника Киево-Печерской Лавры недостаточно, и нужно решение суда. Иск против расторжения договора с Минкультом церковь уже подала. Министерство же направило еще вчера в Лавру письмо, где сообщило, что 30 марта, то есть завтра, в монастырь приедет комиссия, которая начнет принимать госимущество и потребует у монахов освободить помещение Лавры, а также вывести личные вещи. Иными словами, то, чего не произошло сегодня, может случиться завтра. Но, опять же таки, далеко не факт. Аналогичные комиссии в Лавре уже были, но монахи при этом продолжали оставаться в обители. Хотя, конечно, это во многом зависит от власти и по какому пути они решат двигать эту ситуацию и поведут ли дело к силовому выселению монашеской братьи. Так что показателем для Лавры будет завтрашний день, тогда намечен визит очередной комиссии в монастырь, будет понятно, какой путь силовой или же переговорный изберет власть по УПЦ на ближайшее время. Что касается ситуации на фронте, начнем с Бахмута. По данным украинского генштаба, там продолжаются бои, а также бои идут в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановская, Притечина и Азаряновка. В общем, там, где и раньше. За последнюю неделю российские войска продвинулись по городу еще на 5% и занимают примерно 65% Бахмута, об этом сообщает Американский институт изучения войны. По его данным, вагнеровцы, вероятно, захватили промышленный комплекс завода цветных металлов на севере Бахмута и продолжают укреплять позиции в городе. В сводке института говорится, на кадрах с геолокации, опубликованных 26 марта, видно, как военный корреспондент российского издания РИА Новости с явной легкостью перемещается по территории комплекса, что указывает на то, что Вагнер, вероятно, контролирует достаточно территории завода, чтобы принимать представителей СМИ в относительной безопасности. Также в институте подтверждают заявления российских блогеров о том, что вагнеровцы продвинулись ближе к центру города, взяли городской рынок и достигли дворца культуры. Они пишут, эти утверждения правдоподобны, учитывая геолоцированные визуальные доказательства о продвижении Вагнера к центру города, опубликованные 28 марта. Вероятно, теперь Вагнер работает над укреплением позиций в северном и центральном Бахмуте, чтобы продвинуться к центру города и расширить зону своего контроля на западный Бахмут. И бои, судя по видео, которые попадают в сеть, действительно идут в центре города. Возле горсовета много следов от обстрелов и разрушенных домов. Со стороны украинских военных и находящихся в городе волонтеров информация идет не слишком позитивная. Один из солдат в ТикТоке, это такая социальная сеть, если кто не знает, заявил, что не собирается мочиться в уши, он выразился по-другому, но тем не менее. Нести победоносную дичь и тем более, как он выразился, мадьярить. То есть говорить, что все под контролем, как это делал ранее один из командиров в ИСУ с позывным Мадьяр. Если помните, я его цитаты неоднократно приводила уже в итоговых видео. Этот военный сказал, если коротко, Бахмут стоит, но какой ценой с нашей стороны гибнут лучшие люди, а с ихней, нет такого слова, но тем не менее он так сказал, стороны зэки и вагнеры. Просто подумайте над этим. Один из волонтеров, который ведет довольно популярный бахмутский телеграм-канал, пишет, что вчера город особенно сильно обстреливали. Вчера был конкретный обстрел, даже не смогли голову из подвала высунуть. Так стреляли со всех сторон, что как прибежали с пункта, залетели в подвал, так до утра не выходили. Под утро чуть-чуть стихло, утром пока относительно тихо, но обстановка может смениться в любую минуту. Другой бахмутский телеграм-канал сообщил, что в центре города тяжелые бои идут по улице Мариупольской и Бахмутской. Есть незначительное продвижение Вагнера. «Верим в защитников Бахмута», написал автор канала. А вот украинское командование, вопреки данным Американского института изучения войны и другим, заявляет, что россияне не получили никакого стратегического преимущества на бахмутском направлении в последние дни. Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый сказал, «Враг иногда имеет какие-то тактические продвижения, все они прогнозируемы, и мы видим и отрабатываем противодействие». Говорить о каком-то стратегическом преимуществе в последние часы или дни нельзя. Ведется огонь и другие средства противодействия, чтобы не дать врагу развить успех своих атак. В целом же, говоря о смысле боев за Бахмут, сегодня от высшего руководства страны прозвучало два полярных даже мнения. Владимир Зеленский дал понять, что это значение главным образом политическое и международное. В интервью изданию Associated Press он заявил, что в случае потери Бахмута Россия может начать заручаться международной поддержкой сделки, которая может потребовать от Украины неприемлемые компромиссы. Если Бахмут падет, Путин продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану. И, по мнению Зеленского, начнется давление на Киев как со стороны международного сообщества, так и внутри страны. Зеленский добавляет, наше общество будет чувствовать усталость, наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними. Журналисты Associated Press так прокомментировали заявление украинского президента. Комментарии Зеленского были признанием того, что поражение в семимесячной битве за Бахмут будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим. После этого выступило руководство Минобороны Украины, которое политический смысл удержания города опровергло и заявило, что резоны-то исключительно военные. По словам замминистра Анны Малер, оборона Бахмута обусловлена не политической, а оперативно-тактической целесообразностью. Среди задач ВСУ она обозначила следующее. Удержание занимаемых рубежей позиций, недопущение продвижения противника вглубь территории, нанесение врагу значительных потерь, создание условий для перехода в контрнаступление. Министр обороны Украины Алексей Резников также объяснил решение украинского командования удерживать Бахмут тем, что Российская Федерация несет там, как он выразился, сумасшедшие потери. В недавнем интервью он сообщил, что их потери сумасшедшие. Наши военные считают, что только на бахмутском направлении россияне теряют в среднем 500 убитых или раненых в день. А это значит, что они там быстро исчерпывают свои наступательные возможности. Несмотря на потери, удержание Бахмута ограничивает возможности россиян и дает украинской стороне стабильность на всей линии фронта, как считает Резников. А на тезис о том, что удержание Бахмута любой ценой не оправдано, он заявил. Я бы посоветовал внимательно посмотреть на карту. Город и рядом с ним холмы – это удобная местность для обороны. Если бы мы отказались от него, это означало бы, что надо обороняться в другом месте, где уже нет такой удобной формы местности. Знаете, что тут, друзья, примечательно? С той стороны, скажем так, фронта сейчас звучат похожие аргументы по боям в Бахмуте, как и у Резникова. Куратор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что миссия Вагнера – обессилить ВСУ в этих боях. Этакая теория бойни. Пригожин сказал, если ЧВК Вагнер погибнет в бахмутской мясорубке и заберет с собой ВСУ, и даст возможность российской армии идти дальше и защищать интересы России, значит, мы выполнили свою историческую роль, и здесь можно поставить точку. Здесь, конечно, сложно сказать, чья точка зрения ближе к истине, но напомню, что именно в ВСУ сейчас открыто готовятся к контрнаступлению. И в этом контексте на Западе не раз звучали сомнения в необходимости удержания бахмута ценой высоких потерь, тогда как резервы будут нужны для анонсированных ранее контрударов. И, как говорил ранее украинские военные, со стороны ВСУ гибнут лучшие бойцы. Но, как видим, Киев с этой позиции не соглашается. Причем, судя по интервью Зеленского, политические и информационные мотивы не допустить поражения в одной из самых крупных битв этой войны здесь выглядят далеко не последними, поскольку потеря бахмута, по мнению Банковой, может посеять зерна сомнений в победе Украины в принципе, как внутри страны, так и за рубежом, и отразиться на решимости союзников поддерживать Киев дальше. В этом контексте Зеленский сделал еще одно заявление в интервью Associated Press, которое стоит нашего с вами внимания. Президент, как пишет агентство, опасается, что на войну могут повлиять политические изменения в Вашингтоне. Отвечая на вопрос, чего ждать, если к власти придут республиканцы, требующие пересмотра помощи Киеву, Зеленский сказал, США действительно понимают, что если они перестанут нам помогать, мы не победим. Но пока со стороны Украины и ее западных союзников не ослабевает поток заявлений о подготовке к контрнаступлению. Во-первых, в деле укрепления ВСУ и насыщения украинских войск техникой. Как сообщил вице-премьер Михаил Федоров, Украина подготовила к бою три ударные роты беспилотников украинского производства. Федоров объясняет, беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии, будут наводить артиллерию, помогут воинам быть максимально эффективными во время городских боев и спасать жизни. А пикапы понадобятся для рейдов мобильных групп в тыл врага, доставки грузов и эвакуации раненых. Секретарь СНБО Алексей Данилов сегодня тоже сообщил, что у ВСУ есть тысячи ударных дронов, в том числе с дальностью 3000 километров. В свой твит, где он это написал, он сопроводил знаменитым снимком 1987 года, когда немецкий пилот-любитель Матиас Руст посадил самолет на Красной площади. Министр обороны Резников, который недавно катался, кстати, на прибывших в Украину танках Челленджер, показал сегодня немецкие БМП Мардер. Их в стране уже около 40. Также он сообщил, что скоро опробует танк Леопард. Еще одно интересное видео с большим скоплением техники ВСУ. Где-то в полях, на котором видны танки, гусеничная и колесная техника, РСЗО в чехлах. Место и время съемки не указывается, но вряд ли это снято где-то вблизи линии фронта, поскольку там стараются такие большие скопления техники не допускать, чтобы избежать массированного удара по ней противника. Министр обороны Резников сегодня, в принципе, делал довольно много заявлений. Например, еще и о том, что контрнаступление ВСУ действительно планируется и пройдет по нескольким направлениям в апреле-майе. Но сроки, говорит, зависят от погоды. Оптимистичное, довольно, заявление по этому поводу вчера прозвучали и от Пентагона. Его глава Ллойд Остин считает, что Украина за счет истощения российских сил и прибытия западного оружия имеет, как он выразился, очень хорошие шансы осуществить успешное контрнаступление этой весной. По мнению Остина, Украина сейчас имеет значительное преимущество. Правда, в чем не уточнил. В то же время он признал, что линия фронта в последнее время менялась, как он сказал, то в одну, то в другую сторону. А сейчас, как он выразился, происходят достаточно серьезные бои в районе Бахмута. Он также добавил, что ресурсы России исчерпываются и она все чаще сталкивается с нехваткой артиллерийских боеприпасов и других вещей. Каких не уточнил, но сказал, что Россия вынуждена по этому поводу обращаться за помощью к Ирану и Северной Корее. Остин подчеркнул, поэтому я думаю, что мы увидим активизацию боевых действий весной, поскольку условия для маневрирования улучшатся, а также на основе того, что мы уже сделали и продолжаем делать. Я думаю, что Украина будет иметь очень хорошие шансы на успех. Но здесь, друзья, я считаю важно отметить, что ранее президент Российской Федерации Путин высказывал несколько другие оценки в отношении количества танков и другой техники, которые по его подсчетам выходят не в пользу ВСУ. Он заявлял, что Россия в короткие сроки выставит в четверо больше танков, чем пришлет Запад, и произведет втрое больше боеприпасов, чем Украине на ближайший год пообещал Евросоюз. К слову, буквально сегодня министр обороны Украины подтвердил нехватку снарядов ВСУ. В сравнении с россиянами он заявил, что ВСУ тратят от 4 до 7 тысяч снарядов в день, и российская армия до 20 тысяч. Поэтому то, что говорит главам Пентагона Ллойд Остин, больше похоже на какую-то, знаете, духоподнимательную, подбадривающую историю. Ранее мы с вами уже разбирали вероятные сложности, с которыми Украина может столкнуться при контрнаступлении. Их может быть 4, и давайте еще раз их проговорим. Во-первых, после мобилизации в России, по которым, по разным оценкам, призвано было до полумиллиона человек, у России уже нет тех проблем с количеством личного состава, которое наблюдалось осенью, когда ВСУ одержали свои наиболее крупные победы. Второй момент. Российская армия уже несколько месяцев активно укрепляет оборону на юге и других уязвимых направлениях, строя там эшелонированную оборону. В-третьих, отсутствуют уже логистические проблемы, которые повлекли за собой оставление Херсона. И в-четвертых, цена поражения для Российской Федерации крайне велика в политическом плане, особенно если это касается сухопутного коридора в Крым и самого полуострова. Поэтому ждать каких-либо жестов доброй воли там, судя по всему, не придется. Много заявлений о перспективах войны звучало за минувшие сутки и с российской стороны. Британская The Guardian сообщила о том, что Кремль планирует очень долгую войну против Украины. Кремль издания, ссылаясь на источники свои, рассказывает, что в конце декабря во время ужина у одного из российских чиновников, где присутствовали представители культурной и политической элиты Российской Федерации, подняли тост за установление мира. На встрече этой присутствовал, как они говорят, спикер Путина Дмитрий Песков, который сказал, «Все будет гораздо сложнее, это займет очень-очень много времени. Было некомфортно слушать его речь, было понятно, что он предупреждает, что война останется с нами, и мы должны готовиться к ней надолго», – рассказал якобы один из гостей. Впрочем, из Москвы звучат и предложения с условиями прекращения войны. Вчера главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в эфире ток-шоу Владимира Соловьева предложила свой мирный план, так сказать. Она предлагает выкупить уже захваченные сейчас Россией украинские земли путем передачи замороженных в ЕС активов Центробанка Российской Федерации Украине. Напомню, они оцениваются в 300 миллиардов долларов. Симоньян сказала, что ЕС выплачивает эти деньги за счет нашей покупки тех территорий, тех земель, которые хотят быть с нами, и эти деньги отправляются Украине как бы за них. Она также заявила, что выкуп земель должен быть с населением, поддерживающим Россию, добавив, что Львов мне лично не нужен. К этому она добавила, чтобы им было не обидно, они могут назвать это репарациями, они уже стали об этом писать, а мы будем называть это просто покупкой и волки сыты, и овцы целы. Так или иначе, руина, которая длится уже 9 лет и продлится еще лет 6, закончится как-то вот так, но, наверное, лучше же, побыстрее. В качестве исторической аналогии Симоньян привела покупку России у Польши Киева в рамках Вечного Мира 1686 года. Тогда Киев, который Россия к тому времени уже и так де-факто контролировала более 30 лет, был выкуплен за 146 тысяч рублей. То есть Симоньян предложила зафиксировать нынешние территориальные завоевания и, по сути, этим ограничиться. Тем временем спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоров с Украиной не будет и что достижение целей спецоперации, как ее называют в России, политико-дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно. А секретарь Совбеза Российской Федерации Патрушев сказал, что Россия непременно достигнет всех целей спецоперации, добьется демилитаризации и деноцификации Украины, обеспечит свою территориальную целостность и безопасность населения. Более развернута цель России сформулировал замглавы российского МИДа Михаил Галузин, который перечислил аж 10 условий Российской Федерации для установления, как он выразился, устойчивого мира в Украине и Европе. Список этот выглядит вот так. Прекращение Украиной боевых действий и завершение поставок странами Запада оружия. Обеспечение нейтрального и внеблокового статуса Украины и ее отказ от вступления в НАТО и ЕС. Отмечу, что ранее в Российской Федерации условия о Евросоюзе не ставили. Далее это подтверждение безъядерного статуса Украины, признание Украины международным сообществом новых территориальных реалий, то есть аннексированных Россией территорией Украины. Далее это демилитаризация и деноцификация Украины, защита прав русскоязычных граждан, русского языка и нацменьшинств, обеспечение свободного трансграничного передвижения с Россией. Далее это отмена Украины и Запада мальтироссийских санкций и отзыв исков, прекращение судебных преследований в отношении России и ее физических и юридических лиц. Это также восстановление договорно-правовой базы Украины с Россией и СНГ. Это восстановление за деньги Запада, как он пишет, разрушенной ВСУ после 2014 года гражданской инфраструктуры Украины. Галузин заявил, что мы не потерпим существования на своих рубежах откровенно антироссийского государства, каковыми бы ни были его границы. Естественно, что эти требования выглядят абсолютно неприемлемыми для Украины и украинской власти. Однако, само по себе характерно, что Россия наряду с заявлениями официальных лиц о, как они выражаются, продолжении спецоперации до достижения всех целей и на уровне российского МИДа, и на уровне влиятельных спикеров. Типа Маргариты Симоньян начала озвучивать различные условия, при выполнении которых война может быть закончена. Украинские власти свои условия также озвучивают. Еще вчера в итоговом блоге мы с вами обсуждали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что итогом войны, по его мнению, должен стать распад Российской Федерации и тюрьма для российского руководства. Сегодня этот последний пункт включил в свой список министр обороны Резников. Он перечислил пункты, выполнение которых он будет считать окончательной победой Украины в войне. Пунктов всего три. Первое. Это восстановление границ 1991 года, включительно с Крымом. Второе. Это обеспечение свободы и безопасности, чтобы каждый украинец мог сесть на рейс международного перевозчика в Киеве и полететь куда захочет. И третье. Это решение международного уголовного суда в Гааге по делу российских военных преступников. И знаете, друзья, я не удивлюсь, если в ближайшее время мы увидим еще чей-нибудь список из скольких-то пунктов, в которых он напишет, что лично для него будет означать победа той или иной стороны. Но понятно, что вот эти все условия, которые написал Подоляк, которые написал Резников, тоже неприемлемы для российских властей, как и российские условия для Украины. И, следовательно, пока не будет каких-либо точек соприкосновения, все будет решаться на поле боя. И по итогам сражений, и определиться, на каких условиях обе стороны будут готовы закончить эту кровопролитную войну. Собственно говоря, вот такая информация к вашему размышлению, дорогие мои друзья. И обязательно напишите в комментариях, как вы считаете, когда и чем закончится эта война. Ну а у меня пока все. С вами была, как всегда, я, Олеся Медведева. Совсем скоро мы с вами снова услышимся или уже увидимся. Не забывайте подписываться на наши каналы в Ютубе. Напомню, у нас их два. Это Страна Юэй и Ясно Понятно. А также наш телеграм-канал Политика Страны. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok